Задает вопрос вам Илюха Багуна. Привет, ребята, скажите, пожалуйста, есть ли у вас любимая группа, из какой бы из них вы бы хотели спеть вместе на одной сцене? Постоянно постоянно задают вопрос... Не понятно, на одной сцене. Очень правильно поставить вопрос. Правильно, постоянно задают вопрос. Постоянно задают одно и то же, с кем бы вы хотели бы спеть, да? Подожди, мальчик спрашивает о том, что с кем вы на одной сцене, а не вместе, в тандеме. А, просто на одной сцене, в смысле вот сегодня? Сейчас я, после меня там он, или наоборот, да? Ну, мы когда-то выступали с группой «Ночные снайперы» на одной сцене. Это было достаточно интересно. Буквально вчера вот у нас был концерт. Выступали мы, Василий Бондарчук, группа «Алиби» и «Любэ». И группа «Любэ». Ну, ладно, когда... Пришли мужики, которые... Прости, пришли мужики, которые хотят послушать песню «Комбат Батянин», да? И... А им парит Борисенко. А им «Дайди меня на свет!» Вот то же самое, мы думали, что произойдет на «Ночных снайперах», когда мы выступали на Сакарпатье. Мы думали, что или в «Ночных снайперов» полетят пакетики от сока, или в нас бутылки из-под пива. Но, слава богу, ни того, ни другого не произошло. Да, мы так очень хорошо отреагировали и на «Нарс», и на «Снайперов». Но, наверное, одно из самых интересных было, когда после нас на сцену выходили «Рэднэкст». Рэднэкст. 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 Это песня... Ну, мы как бы видели на афишах, что там «Братья Борисенко» и «Рэднэкст». Нам говорили, что это легенды мировой эстрады. Но названия нам ни о чем не говорили. Мы знаем песенки некоторые, да? Не-не, подожди, как все происходило. И мы зашли в грим... Мы выступили, заходим в грименку, выходят такие дредастые мужики, такая красивая милая девушка. Мы думаем, клево, вот это вот формат такой интересный. И они начинают исполнять свою музыку, и мы понимаем, что это просто вот те песни, на которых мы выросли. Вот начиная в возрасте от, наверное, трех до шести лет, мы просто так отрывались под них. И мы стоим и понимаем, что как можно было не знать название этой группы. Нам даже стыдно в какой-то момент стало, но тем-менее все обошлось, мы даже с ними познакомились. Потом по ночи сидели общались, очень-очень веселые ребята, очень крутые и очень такие отторванные. Классные. Так что разное в жизни происходит. Вот интересно, а чем фанаты Батерни Комбат вас могли бы закидать? Не страшно, что мы на одной сцене с вами выступали? Ну нет, абсолютно не страшно. Мы с фанатами на одной сцене не выступали. Нет, абсолютно не страшно. А мы как бы вообще выходим на сцену, мы боимся даже не больше за то, что зритель нам что-то даст, а больше за то, что мы со зрителями чем-то не поделимся. Мы стараемся на полную отдаваться и всегда боимся, что вдруг этого не получится сегодня сделать. Точно так же сегодня мы выступаем на конкурсе «Мини месяц» и боимся, что зритель нас может не понять и не воспринять. Мы, конечно, хотим, чтобы это не получилось, но всегда есть тот момент и этого момента. У меня страх есть. Мы же люди, правильно? Каждый человек чего-то боится. У моего брата такой страх. У меня страх, что мне куда-то родинка отпадет и нас перестанут различать. Я очень боюсь этого. Мы выходим на сцену, видим свою аудиторию и работаем на нее. А если кому-то не нравится, мы этих людей не замечаем. Нам на них все равно. Ну или прямо со сцены говорим «не нравится, уходи». Ну так ты ни разу не говорил. Ты говорил? Не важно, что мне сказать.